9 августа президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзайёев провёл совещание по вопросам стабильного обеспечения потребителей нефтью и газом. Также глава государства 9 августа провёл совещание о ходе подготовки ко встрече президента Республики Узбекистан с предпринимателями. 10 августа президент Шавкат Мирзайёев провёл совещание по вопросам развития промышленности в Ташкентской области. На неделе руководитель страны подписал постановление о мерах по внедрению кардинально новой системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также на неделе президент утвердил указ о мерах по оказанию материальной помощи малообеспеченным семьям и дальнейшему расширению масштаба борьбы с бедностью. 11 августа руководитель страны ознакомился с презентацией проектов по улучшению питьевого водоснабжения в Сурхандаринской области и созданию новых рабочих мест в сфере услуг в городе Ташкенте. 11 августа президент Узбекистана утвердил постановление о создании общественного фонда Ватендошлер. На этой неделе глава государства подписал также указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения гарантий прав ребенка и постановления о мерах по дальнейшему улучшению качества медико-социальных услуг, оказываемых лицам с инвалидностью. 13 августа президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзайёев провел встречу со спортсменами и тренерами, участвовавшими в 32-летних Олимпийских играх. Глава нашего государства поздравил всех с огромным успехом сборной Узбекистана. На церемонии состоялось торжественное вручение высоких наград группе спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов на 32-летних Олимпийских играх в городе Токио. Президент Шавкат Мирзайёев 13 августа ознакомился с созидательной работой, проводимой на месте строительства парка «Новый Узбекистан». В парке высаживаются декоративные деревья и цветы, создаются зеленые зоны, возводится амфитеатр на 5000 мест для проведения праздничных мероприятий. Установлены основные конструкции комплекса «Истеклол». Продолжается строительная и отделочная работа. Президент подробно ознакомился с проводимыми работами, дал рекомендации ответственным лицам и строителям.